доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и вчера со мной произошло очень странное событие около пяти часов вечера я возвращался с работы спускался с горы по длинной длинной дороге и неожиданно на другой стороне этой самой дороги я увидел группу молодых людей их было пятеро трое молодых людей мальчиков и две девочки возраст наверное трудно сказать но наверное 10 11 класс может быть вот так вот то есть такие в общем то уже не совсем дети подростки они молча кружком стояли и что-то рассматривали на плите лежащий около дороги идет стройка то есть такой район немножко застроенный и рабочие видимо что-то поднимали что-то убирали копали какие-то котлованы и так далее и вот видимо выковырили плиту и не заставили себя ждать граффити значит сначала я подумал что что-то произошло они стояли молча опустив плечи руки странная была компания я был далеко метров тридцати и не поленился перешел дорогу достаточно широкую и сзади тихонько подошел к этим молодым людям они стояли не оборачивались не смотрели на меня просто стояли и смотрели вот на эту самую плиту я сначала подумал что может быть такое ощущение знаете как люди на похоронах вокруг гроба стоят и прощаются с усопшим вот они стояли совершенно молча неподвижно в общем то молодые люди странная такая несколько картина это было и подойдя ближе я стал рядом с ними и они продолжали стоять и тоже это день был такой не очень солнечный не сказать что пасмурный но солнечный такая ситуация очень странная и я тоже стоял и смотрел на эту картину настоящему картину и задал вопрос долго это продолжалось молча вот мы стояли минут на пять-шесть и смотрели на все это кто-то пытался нагибать голову читал текст изображенный на этой картине а потом я спросил у одного молодого человека нарушил молчание после пяти шести минут может быть 7 минут даже вот такого стояния это на самом деле так я обратился к молодому человеку но кивнули мне все пятеро и девушки и молодые люди они выглядели достаточно прилично нормальные молодые ребята школьники наверное и они все кивнули мне в ответ я подумал о том что все у нас стране хорошо конкурсы молодежные фестивали дискотеки и это значит политические молодежные движения оптимизмом вышит наше радио наше телевидение они стояли и кивнули мне все все пятеро и один произнес да так и есть наверное что то не так нашем государстве если молоды кстати один из этих молодых людей сказал мне что я знаю того человека то это нарисовал якобы это было девушкой молодой человек вдвоем они тут рисовали я уже не стал уточнять кто конкретно но самое интересное то что один из этих молодых людей знал тех кто это нарисовал и он сказал что это были тоже как бы подростки дети тоже примерно их возрастом написано следующее я сначала не понял что это написано наверное минуту просто пытался разобрать наклоняя голову и так далее значит без различия вот это слово длинная и здесь вставлены слова которые видимо в тот момент когда графики это рисовали не было были на душе гнев порог страх ложь зависть алчность здесь почему-то отдельным идет слово скупость и уныние здесь какая-то птица солнце тучи голубое небо тут схематически так изображены цепи от этих вот трех от кружности и слова свобода под вопросом вот собственно содержание этой картины здесь когда эти молодые люди ушли я сфотографировал его вот это удаленно более далеко стоял метрах в трех тут стройка котлованы какие-то да и здесь соответственно более крупно и у меня вот этот момент действительно вызвал мысль что наверное очень многое неправда то что происходит на нашем телевидении радио вообще в нашем обществе но не здорово если дети подростки рисуют вот такие картины то есть и это на самом деле так сказал один человек задал ему вопрос он кивнул да это на самом деле так это то что испытывает наш молодежь на самом деле знаете из такие психологические проективные методики где предлагается нарисовать человеку не существующее животное и якобы это все трактует трактуется описание этого животного в дальнейшем трактуется как отношение самого человека к самому себе проективные такие методики дом дерево человек несуществующее животное моя семья и так далее и вот здесь вот люди отразили то что чувствовали наверное, в тот момент, те двое подростков, девочка и мальчик, а здесь стояли и смотрели на эту картину пятеро, таких же молодых людей. Странная очень ситуация была, непонятная для меня, очень символичная во многом, мир полон символизма, я неоднократно это показывал в своих видео, я не знаю, как к этому относиться, единственное, что это все у меня вызвало чувство разочарования, сопереживания этим молодым людям. 90-е годы, потерянное поколение, говорят о нас, обо мне, по крайней мере, действительно, многие мои коллеги, друзья, знакомые, рано ушли из жизни, плохое питание, перипетии 90-х, стрессы, проблемы с работой, с учебой и так далее, и так далее, и так далее. Неблагополучная социальная ситуация в стране. И сейчас растет новое поколение, какое это поколение нулевых? Ну, наверное, нет. А может быть и да. Вот такая вот негативная картинка. И в виде изображений, и в виде восприятия, и в виде чувств. Вот о чем я хотел вам сегодня сказать. Может быть, что-то упустил, но надеюсь, у вас у самих возникнут какие-то мысли по этому поводу. Не очень веселая картинка, к сожалению. Благодарю вас за внимание и удачи вам!